приветствую на канале asma d play мы играем в готику первую так уже тогда было ясно что дверь вот это в замке только нами закрыта ключик его знать для этого мне нужен но в старых версиях не соучаться могут они слишком интересно поговорим есть такая фишка когда превращаешься в зверь если близко подойти во время превращенную вплотную во время превращения то проходишь сквозь двери и уже за дверями обратно в человека превращаешься и все так как я понимаю ключ который открывает эту дверь может находиться внутри замка как туда пробираться в начале игры я не знаю каждый проходит своими путями там уходит там среди гаммеза и ищут как туда зайти в замок как забрать как украсть сейчас здесь чтобы решил их всех они закрылись как туда попасть сейчас я пока еще не знаю может какой-нибудь камень телепортации мне дадут а сейчас пойдете поговорим он с тем магом послушаем что он нам скажет они они все мертвы все мертвы я не мог им помочь я был меня там не было я не волнуйся мильтон я только что говорил с диего он прятался на другой стороне лагеря тогда ты должен знать что сказал диего если я встречу горной лестера я скажу им что он хочет видеть их на вашем обычном месте удачи будь осторожен где они встречаются я не знаю но вот их это по игре их 4 друга мильтон вот этот маг диего охотник охотника даже не знаю кто он там и старого лагеря горн из нового лагеря и этот трава кур лестер давайте сходим сейчас одному стрелку не знаю почему он со мной будет разговаривать и почему он на меня не нападет это науки неизвестно ну тем не менее он хоть из старого лагеря но почему-то на меня не нападет а даже будет может меня обучить вот это вот те тела вот это эй не бойся подойди ко мне смотрите ты можешь научить меня чему-нибудь если у тебя есть труда то я могу научить тебе стрелять из арбалета это будет стоить 200 кусков на без проблем 200 кусков то первый уровень как скажешь научи меня стрелять из арбалета хорошо начнем прям возьми рукоятку арбалета и и необходимо упереть в плечо что поможет тебе точнее прицелиться сначала твое плечо будет сильно уставать и болеть но через неделю тренировок ты его даже не узнаешь прицелься и нажимай на курок болт летит гораздо быстрее чем стрела и наносит большее повреждение врагу давайте все у тебя все в порядке здесь меня трудно будет найти меня не интересует хлам который растаскивают стражники но я успел захватить кое-что из арсенала если тебе нужно хорошее оружие только скажи ну давай глянь что у тебя есть покажи свои товары покажи мне это ты правильно сделал что забрал то кому лет силы это мне не надо к ловкости тоже арбалет 45 это у а 85 90 стоять вот 90 я возьму так это чё-то 4550 но подождите так одноручная вот я возьму так двуручная 73 это у меня есть а тебе чудо ну вот легкий двуручник двуручную 48 48 тебе дам вот это отдам это не надо господи это все с тех бедолаг которых я там покрошил так арбалета 45 вообще все продать с таким успехом так доспехи я продал камни те я выкупил у трава куров так это чё тебя в жизни носили 30 до что не затагняя тебя не да вот колечко от огня 3 давай и у тебя еще возьму 2 болтами возьму опа блин вот так подтвердить еще я хочу научиться это будет стоить это не проблема а вот 20 очков начнем прямо сейчас смотрите кого-то преимущество арбалета состоит в том что точность стрельбы повышается при выстреле с колена но тебе также предстоит научиться оценивать скорость противника выстрел должен быть направлен по ходу его движения тогда ты сможешь в него попасть если у тебя несколько целей не пропускай ни одной из них но веди по ним прицельный огонь по очереди я научил тебя всему что знаю сам спасибо спасибо что мне вообще очков путева очков обучения блин за счет сохраняйся давай итак давайте для начала пойдем к лестеру кстати я еще лагерь орков расстрелял с высоко там залез на вершину и расстрелял так как мне быстрее это бежать где ты убежим к лестеру целую минуту считать газу давай педали крути крути педали пока не дали кстати лук у меня хороший там лук такие были у меня по-моему сейчас на данном этапе самый лучший из возможных которые мне предоставили забраться здесь а не туда пардонте то что здесь никого нет это моя заслуга да я ходил собирал опыт крошил всех налево-направо кстати что-то появился откуда взялся где был то или чё как это новая глава у меня появилась или ты просто не добито какой-то был где озере давайте не бежать далеко надо очень даже сначала к одному приближать сообщить потом горну это вообще на другой конец карты вот это вот до беготня это вам бежим 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 вот так вот с обрыва не вздумайте отсюда прыгать самоубийство не поощряется что не одесса умеет самоубийца в рай не попал и отпевание по ним не дают грех большой поэтому мы не прыгал хотя раньше прыгали на ура оттуда мы надо будет на обратном пути посмотреть внимательно откладов и чё палцев дебил тут собаки есть не дайте ищете ищейками лица несколько кстати на данном этапе сейчас слушаю аудио книги тайны с из царя гороха и книга если я не ошибаюсь 4 называется дело трезвых скоморохов про то как участвую попал и как бы в прошлое сказочное такое во времена царя это серия не вы даже не помню и скольки так что можете послушать по смеяться похохотать давай ползи быстрее блин чудик тяжелых доспехах блин еще май 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 ги надо магов антимагов она еще более прочнее она мне пригодится ой как сильно нам не пригодится только ты не наверху только не наверху пожалуйста путь комнатки но давай я уже забыл даже что вас собрать надо как жизнь что-то старая шахта обрушилась после того как ее залила вода и что все маги круга огня мертвы убиты по приказу гамеза не хотел бы попасть подобную переделку недалеко от старого лагеря я встретил диего и мильтона они хотят встретиться с тобой на вашем обычном месте как удачно что нам делать теперь я еще немного побуду здесь посмотрю старые книги но я не понимаю как сказал учитель юбери он невежда старается передвигать предметы руками а мастер использует силу своего духа хорошо хорошо я все понял будь осторожен спасибо а теперь мне нужно уходить до хранит тебя спящий как это уходить сваливать надо причем очень быстро сюда по подземелью по туннелю по подземелью по туннелям так бежим 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 блин где вот кстати дубовый лист взять какие как он выглядит и где собирается это я не знаю честно скажу для создания эликсира может быть в интернете посмотреть делать так что а для жизни мне же не пусин надо горный мох и дубовый лист точно если может быть потом когда-нибудь и посмотрим где не собираются эти дубовые листы ну так то неплохо он у меня махата много жизни мало кася то меня ни за что не просто так в каком в какой-то этой части вот здесь вот должен появиться орг отшельни а вот в какой просто чтобы 10 раз туда-сюда не ходить хрен там видимо пока не скажут к нему идти он за синий появится все по порядку так что не обойти если конечно по моему здесь должен быть давайте на город посмотрим туда за стену дырли она стойте есть у меня идея как можно это быстро поспуститься подожди к где ты вот смотрим это же муха она же летает и не разбивается точно мы сейчас с вами у нас сколько сократим путь блин ящик я еще прилечу к тебе как-нибудь когда буду пешим вот эта штука кстати как сказать и над водой и не разбивается очень полезная вещь опять же во второй части она полезна чем то что есть такая миссия с маяком там и чтобы туда не плыть долго долго и муторно превращайся в шершня и валишь туда а как вы тут все живые я чё здесь не был что надо будет сюда наведаться блин новые глава наверно вот они появились вон она муха так давай горн опыта меня не убей пожалуйста смотрите как мы быстро добрались мухой 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 добрали мухой 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 добрался вот мне вот такая аллегория смешно хочу так ой что я сделал блин ахрине точно точно блин ладно я же мухой вот это неудача у меня за получилось вот это прошу прощения не сохраняюсь в таком это преобразование ешь твою что мать так как так то давай опа вот тут кстати стражник был то ли я его завалил то ли сожрали то ли его убили что с ним стало приключилось неизвестно блин вот я лоханулся то лошарик так надо будет надо будет обсмотреть там причем очень большую местность поэтому где этот город находится в данный момент неизвестно знаю что он где-то там а где там неизвестно и вот эти кстати телепорты они по-моему третьей части только работали во второй в каком-то там моде вот не ночь не ночь ворона а как-то по-другому называется до телепорты те работает я как понял туда надо идти вставить юниторы да чтоб меня сейчас горни подбил вот сюда может ставить надо будет сейчас об этом мы все равно не узнаем все по ходу дела какая-то зеленая ягодка была смотрите как быстро да здесь так горна здесь нет ним что он у этих бумагов воды вишну тролля неплохо сейчас посмотрим чтобы 10 раз он в том запутке в башенке посмотрим так сохранить наверху то вряд ли он будет ладно телепортируемся бумагом воды делали а телепорту поехали а в оказал хорошо что ты вернулся нас постигло большое несчастье ну-ка я попробую угадать что случилось свободная шахта была захвачена стражниками старого лагеря никто не видел как они подошли к лагерю подожди а откуда ну конечно ты узнал это еще в старом лагере прямо перед тобой сюда пришел горн почему гомез решился на этот шаг почему он захотел выместить на нас всю свою злобу он же должен понимать что его поступок может вызвать войну в колонии старая шахта обрушилась после того как ее залила вода обрушилась конечно тогда все понятно гомез лишился своей шахты и стал гораздо опаснее ему уже терять нечего так что теперь он способен на все гомез убил всех магов круга огня убил всех в храме одного мильтон но зачем зачем он это сделал они не покорились гомезу и выступили против нападения на свободную шахту значит мы обречены направлять энергию рудной горы можно только в кругу из 12 магов а нас всего шесть несмотря на то что ты принес эту печальную весть я благодарю тебя ой спасибо когда ты отправил меня к магам огня ты сказал что есть еще одно что-то да я надеялся что нам не придется идти на эту меру обращаться к нему но все складывается так кому обращаться хорошо я скажу тебе много лет назад пожалуйста без предыстории не торопи меня все мы 12 магов вместе создавали барьер но наши силы объединял и направлял тринадцатый маг тринадцатый я всегда думал что вас было только двенадцать большинство людей пришедших в колонию после создания барьера думаю точно так же тот тринадцатый маг был нашим предводителем это было еще до того как мы разделились на магов огня и воды но однажды он покинул старый лагерь который тогда был единственным в колонии а как звали этого тринадцатого мага его звали ксардос сейчас уже мало кто помнит что это был за человек а те кто помнит называют его повелителем демонов некромантом неплохо почему он ушел из старого лагеря он стал изучать заклинания призывающие нежить и дающая власть над магическими существами его опыты не понравились гомезу и не только ему многие маги отвернулись от него и больше не признавали за ним власти а что было потом в отличие от гомеза ксардос не был грубым мясником и ушел из лагеря чтобы избежать конфликта а где он живет сейчас он живет в уединении в башне стоящей на земле орков их город находится на юге колонии я найду ксардоса и попрошу его о помощи теперь только он сможет помочь нам но если он не знает как это сделать или просто не захочет захочет но есть еще одна проблема что за проблема проблема да мы много раз пытались связаться с ксардосом но нам это ни разу не удалось нам кажется что он хочет чтобы его оставили в покое что ты имеешь в виду никто из наших гонцов не вернулся из его башни ты должен узнать как можно пройти мимо его ужасных созданий все интереснее и интереснее и как же мне пройти мимо них я бы сказал тебе если бы сам знал мой совет поищи ответ на это в нашей библиотеке может быть в старых книгах есть что то есть я просмотрю всю библиотеку и не волнуйся я еще вернусь надеюсь у тебя все получится твоя очередь здарова недалеко от старого лагеря я встретил диего и мильтона это хорошая новая они хотят видеть тебя и лестера на вашем обычном месте спасибо дружба самое ценное что у нас осталось не сомневаюсь уже почти один из нас ты заслужил наше доверие что ты нужно заново организовать систему безопасности до того как придет ли со своими людьми я присоединюсь к отряду корда а вы собираетесь нанести гамезу от еще нет если захочешь меня найти иди в сторону шахты там понятно я тебя искать привет надеюсь значит это не ты мне нужен сейчас минутку сохраняем и давайте будем искать постой ты подвергал себя большой опасности чтобы помочь на внешне думаю теперь ты достоин носить одеяния магов воды но теперь иди и поговори с сатурасом быстрее твою ж мать а только от него ты скотина были вонючая давай не фариус сказал что я уже готов носить одеяние мага воды мы с радостью примем тебя нет сначала ты должен принести клятву воды да без проблем я готов принести клятву повторяй за мной слова клятвы клянусь могуществом богов клянусь могуществом богов и силой священной воды что знания и действия мои будут служить воде отныне и до скончания веков до тех пор пока мое бренное тело не обретет покой в чертогах бильяра и не иссякнет источник моей жизни возьми это одеяние и носи его в знак союза со священной водой и с аданасом ой давай так получено давайте посмотрим в чем разница 70 10 35 65 40 15 блин ну давайте атак от оружия на пятерку сбавилась от стрел на пятерку сбавилась защита от огня на пятерку увеличился от магии на 15 даже ладно я подумаю еще какой-то сомнительно конечно оружие оружие во имя где найти я знаю ну кого здесь может так там про демонологию было что вызвать демона можно там ладно миксер сейчас давай с кем разговариваю бесполезно существо здесь точно ничего нет я рад я до подарит окно это понятно покажи мне покажи мне что же у тебя есть окна я всех прочитал перед тем как тебе отдать так если ты рад да нет подожди подожди он там еще книги есть мир дарил в понятно с тобой тоже бесполезно разговаривать здесь никому нельзя доверять слишком много предателей слишком я думал здесь может хоть что то есть ладно ладно ли не пока нету давай поговорим о чем привет что ты гамес зашел слишком далеко пожалеет об этом обучение хочу а ты этому тоже лучше что не хотел бы я чтобы сам у тебя покажем и проблем и не моё привет пока меня не так ладно больше не хочу слушать эту давать я пока поставлю на небольшую паузу здесь сохранюсь попробуй добежать башни ксардоса если я действительно могу вызвать демона то я вам сообщу и так вот мы у башни ксардоса забежали давайте посмотрим куда нам нет дема я дема мы с ним поговорить должны ух ты из ниоткуда это так и должно кто кто это так это ты со мной говоришь а как а почему твой голос звучит только в моей голове кто ты простой слуга своего хозяина мне кажется ты одно из порождений бога тьмы мне замолчать а твой хозяин случайно не ксарда почему это специально ах так имена не имеют значения ладно просто мне сказали что где-то здесь должна быть башня как сардоса по-моему это она и есть я хочу поговорить с твоим хозяином я не достоин а что за испытание тебя завалить а понимаю если кто-то хочет поговорить с твоим хозяином он должен доказать что он этого достоин подожди как ты сказал доказательство какая-то победа над камень лед огонь у меня есть сердце каменного у меня есть сердце каменного голема что убедительное доказательство отсутствует двух еще нет вот второе доказательство сердце ледяного горе кстати два сердца у ледяного голема второе доказательство теперь у тебя их два не хватает еще одного сердце огненного голема убедительное доказательство совершенство я достоин если это так то я хочу поговорить с твоим хозяином опровержение опровержение чего руна ты дашь мне руну тогда я возьму эту руну телепортации в знак того что я прошел испытание я смертный я уже ухожу давайте посмотрим насколько я силен что-то не могу ему пофигу ладно где у нас это руна вот она поехали так не спешим ой не спешим сначала посмотрим что в сундуках сойдет давай не скупись блин вот я не помню как азат штука открывается где должен быть переключатель где переключатель должен быть ясненько она вообще в другой комнате нет сундук там и понятно что сундук и этот сундук тоже нам понятен как мы туда пока не пойдем давай нет понятно не хочешь до открывать смотрим блин подожди так 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 значит переключателя кстати тоже так визуально я его не вижу в одной комнате ты тоже не хочешь быть хорошо полезли и тогда сардусу куда оказалось ну давай высоко не придется нам лезть да он всего лишь этажом выше живет этот старикашка как этот порт бояр как же звали то мудрец так как он блин не шифру ура ура по моему звали ставится ли полка кто смеет отвлекать меня от моих исследований меня зовут не важно как тебя зовут я не желаю этого знать гораздо важнее то что за все это время никто не смог разгадать загадки моего голема а ты это сделал так так тебе приходили и другие да но их было мало когда они мне надоедали я знакомил их с одним из моих созданий да ты высоко ценишь свое уединение все маги круга огня мертвы убиты по приказу гомеза неудивительно я знал с самого начала что этим невежественным болванами замка которыми командует гомез нельзя было доверять користа и другие маги сами приблизили свою смерть когда помогали гомезу захватить власть тот кого называют спящим же об этом на самом деле злой демон об этом узнали гуру из болотного братства маги воды теперь уверены что вся колония находится в опасности все это очень опасно но никто из этой колонии даже не догадывается как они близки к смерти меня прислал сатурас нам нужна твоя помощь у магов воды есть рудная гора и они гора руды им никак не поможет не поможет нет если взрыв рудной горы не сможет предотвратить эту опасность забудь об этой несчастной горе энергии ее взрыва никогда не хватит чтобы разрушить барьер если бы користа и сатурас потратили свое время на изучение барьера а не на свои никчемные ссоры они бы сейчас знали то что знаю я а что ты знаешь со времени создания барьера не один из 12 сильнейших магов не потрудился задать себе вопрос почему барьер достиг таких огромных размеров что ж одно можно сказать с уверенностью ответ нужно искать под городом орков под городом орков орки не животные в обычном смысле у них есть своя культура и по древности она может сравниться человеческой сотни лет назад пять орков шаманов призвали могущественного демона чтобы он помог их племени победить врагов а спящий имя этого демона это имя было дано ему орками гораздо позже но зачем они это сделали почему они испытывают такой страх перед ним я не знаю ну ты правда этого не знаешь ты правда этого не знаешь мне кажется что ты сможешь нет я хочу сам в этом убедиться поэтому дам тебе одно задание какое задание слушай меня один из шаманов был изгнан воин орк которого пытал мой демон не успел мне ответить на этот вопрос а мое задание будет как то связано с этим орком шаманом мне кажется орк не будет со мной разговаривать так ты хочешь чтобы я помог тебе или нет конечно хочу но тогда не задавай больше таких вопросов найди этого шамана орки из города все еще сердится на него поэтому он может быть поговорить с тобой прежде чем убить ты меня где найти этого описанного шамана иди на восток к старой крепости ее невозможно пропустить она стоит на вершине горы и видно даже издалека в нее можно войти просто так она только называется крепостью но на самом деле это просто развалин я расспрошу шамана и вернусь я расспрошу шамана и вернусь к тебе мой слуга уже передал тебе руну телепортации которая способна переносить своего обладателя в нижний зал примени ее когда тебе будет нужно вернуться сюда я хочу обрести магические знания а у меня чуть за книга 6 круг магии но это я не знаю так рецепт зелья мощи ну такой ну давайте прочту может быть призыв скелетов это мне надо уничтожение нежити тоже сгодится армия тьмы пригодится так уничтожить нежить сойдет огненный шторм и огненный шар и того всего лишь надо до хера и больше короче смотрю что я могу предложить тебе вот это разбивающее сердце то да вот это вот это кирку ладно хрен с тобой отдам кирку мантию мантию покатение дам это я тебе пока не отдам так контроль у меня вот это вот есть чары вот такая у меня есть есть контроль так страх ну страх не знаю страх нет свет ирокинез уменьшить мусора не дам сон телекинез подожди телекинез могу дай где-то где-то телекинез телекинез рота крыса птицу волка бонус магической силе к жизненной силе тоже забирай ой так из этого у меня что могу продать тебе шерш не страница дневника карта дорога старых карта колонии тоже набросок карта юбериона схема нового лагеря прицеп сессии силы то тебе не нужен господи а чё тебе надо то еще клинок сырая сталь факелов тебе да вот сотню раз у меня свет есть шкура волка шкура шныга курам ракуйца пока не дам о шкура ворочек собак вот этих с забирай молоток забирай шкура тролли пока не дам вот это можешь забрать крылья бабочки были все таки все равно придется да народу ладно вроде не так много так мне все это пригодится так минутку у меня поэтому я объема возникла никаких проблем даже не помню был ли раньше или не был этот телепорт ладно где ты напиток полезли интересно те кто меня научит добывать эти языки ящериц там но тем более когда я монстров перебил где новых еще выйти ладно игра должна была это предусмотреть ну что мать то блин заберешься ладно а вот сюда ну вроде как что то да вон там вот есть попробуем обойти вон туда мне наверх надо я же говорю мы знаем где он находится огненная ящерица знаю где насобирать тролль ну возможно знаю где он будет стой 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 свет вот свет надо было продать еще давай сейчас мы мухой поднимемся туда вперед за ливовыми кроликами блин так что это какая то что за пчела что за трикоза я даже не знаю как ее правильно назвать на кого она похожа из реально не оса ничего вот кстати похожа знаете на кого но подобная оса была как она называлась то сейчас вспомним звездные врата вот там не помню в какой серии даже не смогу наверно вау и еще один где то там должен бегать вон вон я прям слышу тебя подожди рано блин где он я там давай стой давай опа все ваши это не интересует все давайте выбираться отсюда как помните мы отсюда уже выбирались много раз еще раз еще раз еще раз еще раз так пойдемте пойдемте поехали Спасибо, чужа! На мой горке хотеть убить меня, братья стать враги. А ты неплохо подготовил. Кто ты? В языках. Имя Урша. Быть сын духа. Люди звать нас шаман. Откуда ты знаешь язык людей? Уршан быть раб людей в шахтах. Убежать. Много зимы назад убежать. Ты был рабом в шахте? А в какой? Шахта возле деревня вновь. В свободной шахте. Почему твои братья хотели убить тебя? Они Уршак не любили. Почему? Уршак предать их вера в Круша. Считать Крушак плохой дем. Ну это мы знаем. Крушак это спящий. А кто такой Крушак? Люди звать Крушак. Спящий. Ты хочешь сказать спящий? Конечно. Так что ты знаешь о спящем? Что ты знаешь о спящем? Много зим назад. Быть пять братов. Сыны духа как урша. Так шаманов было пять. А не позвать Крушак. Хотеть победить свой враги. Пять братов строить храм под землей для Крушак. Подземный храм спящего. Должно быть Ксардац говорил как раз о нем. Ведь он находится под городом Орка. Что случилось в подземном храме? Браты отдать сердце Крушак. Но Крушак плохой. Крушак проклинать всех, кто строит храм. Браты нет сердца. Не быть ни живой, ни мертвым. Стать все вместе. А что случилось с теми, кто строил храм? Крушак всех проклинать. И строители. Все стали живой и мертвым. То и другое. Ну понятно. А орки, оставшиеся на поверхности, что-нибудь сделали? А не закрыть храм. Браты сейчас кушать Крушак. Крушак получать жертва и не злиться. Уршак думать жертва плохо. Говорить браты Крушак плох. Они не слушать. Они сказать Уршак уходить. Они побить Уршак. Я должен попасть в подземный храм. Ты можешь отвезти меня туда? Уршак говорит спасибо, Чушак. Ну мы поняли, ты там ответил вопрос. Только вот храм в дом Уршак. Уршак не идти в дом. Так они не пропустят тебя обратно в город? Да? Да, похоже мне там придется пробивать дорогу мечом. Дома браты очень сильный. Их очень много. Понятно. Они в Чушак не ходить. Много солдат. Дома быть другие сыны дух. Сделать Чушак гореть и умереть. Маги, короче, там еще. Да, это понятно. Но мне все равно придется туда попасть. Уршак знать один способ. Чушак надеть улу-мулу. Улу-мулу? А что это такое? Быть знак дружбы. Браты уважать улу-мулу. Чушак надеть улу-мулу и не умереть. Так, а где мне достать эту улу-мулу? А где мне достать эту самую улу-мулу? Чушак ходить вдруг уршак. Вдруг уршак. Давай Чушак улу-мулу. Чушак одеть улу-мулу и не умереть. Господи, как примитивный мужик, это кошмар. То, что с этой штукой я не умереть, я уже понял. Но где я найду твоего друга? Друг уршак в шахтажить. Улу-мулу. Друг не убежать с уршак. Друг сильно болеть. Так, ты работал в свободной шахте. Ты работал в свободной шахте. Уршак быть раб в шахте под деревом. Уршак думать, люди называть шахтами. Спасибо за по... Уршак говорит чужак спасибо. Чужак спасать уршак. Друг получать подарок. Знак Уршак. Знак защищать от огонь ящерица. Уршак не может домой. Уршак теперь жить здесь. Вдруг приходить, когда нужен помощь. Возможно, я этим когда-нибудь воспользуюсь. Уршак. 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 Поговорили. Он же сказал, как поговоришь, придешь. Вот я поговорил. Сейчас еду к нему. Давай шевели копытами. Раз, два. Раз, два. Подкачался. На... Орк-шаман ответил на мои вопросы. Ну и что же он рассказал? Пять шаманов, которые призвали спящего, построили ему подземный храм, вход в который находится в городе орков. Он безжалостно вырвал их сердца и проклял их, и вынудил вечно охранять его, сделав их нежитью. Отлично, да? Ты уже придумал, как можно войти в этот храм? Да, есть один орк, он... Пожалуйста, без подробностей, иди в этот подземный храм, только там ты сможешь узнать, как разрушить барьер. Я тебя не понимаю. Разве ты пришел ко мне не за тем, чтобы узнать, как уничтожить барьер? Да, но... Так иди! Слишком много времени было потеряно впустую. Иди и найди то, что прячет подземный храм. Я хочу обрести маги... Давайте посмотрим, что еще могу приобрести здесь. Так. У меня проблема еще только в том, что... А че, все, что ли? Ну, действительно, смотрите-ка, все. Ладно. Приобрести магический храм. Магом воды. Ты говорил с Ксардасом? Конечно. Все совсем не так, как ты думаешь. Что ты имеешь в виду? Он должен найти способ взорвать эту железную гору. Рудная гора... Она уже очень высокая. Найди Ксардаса. Он должен помочь нам. Во имя... Так. Ты можешь стать моим учителем? Я хочу носить... Ты еще не можешь... Хорошо, тогда. Ты можешь стать моим учителем? Тебе еще многому нужно научиться... Когда будешь готов. Я готов вступить в первый круг. Вступление в первый круг магии даст тебе умение использовать магические руны. Каждая руна содержит в себе одно магическое заклинание. Используя свою магическую силу, ты сможешь прочитать это заклинание. Но в отличие от магических свитков, которые теряют свою силу после первого прочтения, заклинание руны можно читать снова и снова, и оно не иссякнет. Каждая руна является источником магической силы, которая может быть задействована в любое время. Как я уже сказал, при прочтении заклинания руны или свитка, будет расходоваться твоя магическая сила. Знания каждого нового круга помогут тебе читать более сложные заклинания рун. Используя силу рун, ты сможешь узнать, какой силой обладаешь сам. Давай, второй круг. Я готов к посвящению во второй круг. Я не могу тебя обучить. Ага, недостаточно опыта. Я хочу... Ты еще не мог... Ну и хрен ты на вас. Я... Ты еще... Да, блин. Надеюсь... Рад, что ты пришел. Я ждал тебя. А зачем? Вот так сначала, да? Я ранен. Да... Так, а теперь узнаем. Ты ждал меня? Зачем? Горн просил отправить тебя к нему, как только ты объявишься. А в чем дело? Сам к нему собирался. У него есть план, как освободить захваченную шахту. Ой, я один освобожил. Он все еще охраняет вход в шахту. Да, и пожалуйста, отправляйся к нему как можно быстрее. Так. Блин. А что у меня руна-то какие есть? Первый уровень-то. Подожди. Вверх. Руль-то до хрена. Так. Свет. Ну, это хорошо. Лечение. Блин, уже не могу пользоваться. Не могу, не могу. Блин, даже сон не могу. Уничтожение нежити. Блин. Ладно. Идем в горну. Хотя, блин, сходить покачаться, что ли, по прериям побегать? Нет. А сначала шахта. Так. Ты наемник. Так, ты с чем тренируешься? Покажи мне. Булава не то. Мне нужен топор, как у горна. А вот у кого я брал его, не помню. Хорошо. Идем. Так. Он где-то там впереди по пути мне попадется сейчас. Ну, давай выше. Вот за поворотом. Опа. Вон она. Компашка стоит. Ну, рассказывайте. Бродяги. Какой вальяжный. Ты пришел вовремя. Мы готовимся нанести ответный удар. Сперва мы хотим отвоевать свободную шахту. Усы а-ля 80-е. Так, а остальные что делать будут? Отвоевать вчетвером? А остальные что делать будут? Лобовая атака ничего нам не даст. Люди Гаммеза слишком хорошо подготовились к ней. Мы хотим перебить их по одному, незаметно. Думаю, нам это удастся. Ли просил меня передать тебе кое-что. Тебе будет поручено провести эту операцию. Ты же один из сильнейших магов воды. И у тебя богатый опыт сражений. Я пойду с тобой. Вместе мы справимся. Конечно, маг падает так. Сперва шахта. Как только мы захватим шахту, мы будем искать тот проход в горах, которым воспользовались люди Гаммеза. Когда мы его перекроем, мы снова сможем контролировать ситуацию. Ну, разумно. Разумно. Но почему здесь понадобился именно я? Ты уже много раз доказывал нам свою храбрость и способность мыслить. Ну да. Кроме того, ты лучше всех знаешь старый лагерь и его стражников. Думаю, только ты сможешь справиться с этим ответственным заданием. Ну, хоть так. Ладно, пойдем накажем. Мне все равно нужно попасть в шахту. Почему бы и нет? Мне все равно нужно попасть в шахту. Я так и думал, что ты согласишься. Конечно. А куда мне деваться? У меня как будто... Оружек Борь. Здорово. Ну-ка, что ты меня взял? Много. Оружие, оружие. Нет оружия такого как у тебя? Нет. Оружек Борь. Ой, не надо только. Порт. Стой, 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 стой. Оружек Борь. Я тебя не трогал. Привет, стой. Да, чуть не забыл. Вор по имени Волк. Хотел встретиться с тобой. Перед тем, как мы пойдем в шахту. Вот он. Что ж, пойду узнаю, что он хотел. Что? Хорошо. Да ждите здесь. Ждите здесь. Он хотел мне панцирь и ползунов сказать, чтобы я мог себе доспехи классно сделать. Пока я уж не помню, какие, конечно, лучше будут, но доспехи, знаете ли, тоже не кухры-мухры. Так. Волк-волк у нас. Вон там где-то. Так. Где-то. Час-ночь. Наемник. Так. Что случилось? Что случилось? Иннопланетяне землю захватывают. Что случилось? Что случилось? Это ты мне сказал? Ты мне сказал. Злина. Что случилось? Пошел на хрен. Вот он. Волчара. Ээээ. Волк, ты меня звал. Не хочешь слушать? Не хочешь слушать? Что случилось? Больше не суй свой нос сюда. Что это было? Ну-ка. Стой. Сам же меня звал. Опять нужны проблемы. Так. Вот так. Горн сказал, что ты хочешь поговорить со мной. Рад, что ты пришел ко мне перед уходом. Наверное, классно. Перед каким уходом? Перед уходом в не такую свободную шагу. Так. И что ты хочешь? Я придумал, как улучшить свойства наших доспехов. Да? И как? Самый прочный материал в колонии – панцирь и ползунов. Конечно, не тех мелких ползунков, которые прячутся в шахте Гомеза. Нет. Я говорю о других ползунах. О тех, что живут в нашей шахте. Их панцирей почти невозможно пробить. Их не берет никакое оружие. Если ты принесешь мне хоть один такой панцирь, я постараюсь сделать из него доспех. Так. Как добывают? Как добывать эти пластины с панцирей ползунов? Довольно просто. Спинные пластины скрепляются с основным панцирем только по краям. Их можно срезать, использовав очень острый нож. Я понял. Посмотрим, смогу ли я найти эти пластины. Так, подожди, подожди. И ты говоришь мне все это, ничего не требуя взамен? Ну, не совсем. Если у меня получится сделать доспех из этих пластин, то я быстро, сильно… А, ладно, забудь об этом. Ну, забудь ты. Так. Я нашел несколько пластин… Нет, их слишком мало. Их не хватит на хороший доспех. Да будь мне еще. Понятно. Ты можешь меня научить чему-нибудь. Ты развивай ловко. Так, это мне нет. Мне нужен доспех получше. Сейчас. И обмен. Покажешь. Может, у тебя лук появился. Стой. Стой. 15, 20, 28, 30, 35, 40, 50, 55, 68. Арбалет. Арбалет и все. Блин, блинский. Нет, у тебя ни хрена. Все, я тебе отдал. Так. Ну, пойдемте. Кахту. Так. В шахте мы сейчас. Ну, там не так много народу. Перебьем быстро. Так что не расстраивайтесь, девочки и мальчики. Нахрена чем мы их. Давай. Прык-скок. Прык-скок. Блин, вот это толпа арабов. Прошу, блядь. Немножки без меня, что ничего сделать. Пошли, как надавали им лещей. Увидели кого сразу расстреляли на месте. Нет, меня ждет. Ладно. Будьте здесь. А хоть подождите, подождите. Может они со мной воевать пойдут. Вы можете со мной воевать или нет? Сейчас посмотрим. Блин. Вдруг вы будете убивать и опыт мой забирать. Здорово. Пойдем в шахту. Пришло время. Иди вперед. Подожди. Привет. Привет. Так, здесь совсем так. У меня есть немного болотника. Короче, мы с тобой только идем. Пойдем. Это бессмертный кстати. Давай-давай-давай. Буду стрелять по мне, а попадут в тебя. Три гада. Ну тут сейчас, на данный момент, два только. Я и мой напарник. Поэтому третий гад. Третий гад. Нету третьего. Как бы не хотелось скрутить, там, блин, его нету. Кот мой, который об ногу трется. Пусть няшку просит. Ну это да. Вот что я хотел. Я хотел от тебя топор. У него, кстати, топор мощный. Если не ошибаюсь, на 90 с лишним. Урон. А завалить его никак. Причем, главное, в этой версии. А кого мы тогда долбили-то? Кого-то мы долбили с таким топором и забирали у него. Осторожно! Они тоже охотятся стаями, как глорхи. Только они гораздо опаснее. Мы должны убить их. Ты же знаешь, я не люблю, когда за спиной остаются враги. Ну, без проблем. Только я еще никого не вижу. А-а-а-а. Точно. Уйди. Эти твари действительно здоровые. Тихо. Так. Ты бы шел бы, нападал бы на них лучше. Ни хрена себе вот эта битва мне. Я думал, ты как доблестный воин вперед пойдешь. Эти твари действительно здоровые. Вот так. Молодец, не сканил. Блин, все-таки нет, мне кажется, я у тебя топор забирал. Мощный. По-моему, если не ошибаюсь, он здесь самый охренительный. Во всей готике оружие. Хотя у Гамеза я не помню. Тоже урон вроде неплохой. Меч Гамеза. Ну, давайте, кто здесь есть? Раз вы захватили, вы же здесь должны быть. Так, вон они, смотрите, лежат в повалку. Это весь мой опыт. То, что я, блин, уже своим считал. Ладно. Ничего не поделал. Часть. Куда? Так. Начальник. Пойдем к начальнику. Так. Зайти ты, господи. Калич. Вот он. Нету ни хрена ограблены все. Посмотрите. Пипец. Видите, нахрен совсем хрен знает чем даже. Беднота. По сундукам шариться не буду. Ладно уж. Не знаю. Более богатых из кого можно поиметь. Мне кажется, это из-за лагера зависит. Так. Минутку. Наверное, вперед стрелять их. Я вперед успею. Так. Смотрим, что у шакала есть. Так. Ну, топор тоже неплохой, как я посмотрю. Ну. Не сравнится. Агудаков. Давайте посмотрим, что за топор. Вот этот. Беспощадный. Попа. Да, ё-моё. Для этого мне нужен ключ. 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 Ключ, у кого находится-то. Блин. А где ключ-то находится? Смотрите. Смотрите, какой он. Блин. Мне бы твои умения. Я слышал, как на тебя кто-то напал и пришел на помощь. Поздно. А, это был один старый знакомый. Но с ним уже разобрались. Вот. Возьми этот ключ. Он открывает дверь в караульную у входа в шахту. Хорошо. Открывай ворота, а я прослежу за ситуацией. Попа. Вот он ключ. Вот. Колесо. Вертел. Веретено, как правильно назвать-то. Здорово. Так. Оружек. Все, я пошел. Давай. Удачи мне. Ох. Теперь тебе пришел конец. Блин, подождите. А я нихрена себе. Вот тебе и раз. Ой-ё. Блин. вперед вот уж кто быстрее все опять гимор блин такс 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 блин блинский давай для этого мне нужен ключ где ты горн тело для этого мне нужен ключ мальчик тебе сам уйти потом самом верху надо не поленюсь скажу за ключом вроде всех убить и должен был ко мне а там где выход ни хрена не вижу вон она сбежит далеко же ты бежишь дружище сам до тебя добил что там дело подожди-ка и подожди-ка чем у тебя ждать помощничек хотя динозавров там не действительно помог убить два взмаха целых сделал x используем используем ключ от свободной шахта и вот мы заходим в это логово давай хопа сразу расчистить местности немножко а с чего это ты подождите сейчас горному накатает очки мне пошли ничего правильно разделение труда что мать-то ты возьми просто и обыщи его учитывая что у меня теперь крутой арбалет мне нужны арбалеты стрелы так вроде неплохо где-то x пойдете охранника грабанем стрела почему стрела когда должен быть болт уже все таки арбалет был ну ладно не будем вдаваться в эти мелочи спустимся и спокойно то что с тобой здесь ничего не случится я в этом уверен ты же горн с тобой ничего не случится что ты туда хочешь ну пойдем так так собрали первые панцири ползи сюда полз в другую сторону правда на ориентацию потерял пространстве вот какой арбалет арбалет так вниз за каким хреном нам вниз если скажу не помню а где у нас будем магию использовать эти твари действительно старых давай давай наваляем все что не один был эти твари действительно старых нет я еще и напугал в такой эти действительно старая пока нет это до конца не можешь ничего доделать вот никогда нельзя на них положить никогда господи чтоб вы без меня делали давай смотрим за каким хреном и здесь оказались он если конечно я правильно понимает это что такое астрономия мы вроде учили странами сейчас еще попробуем и настанно и что-то все равно как-то вот так и к через зубу все раз пробуем вот так я все вот пор который мы ищем что случилось что случилось дорог закрыты здесь синие солдаты потом везде идти красные солдаты это мы знаем красные солдаты всех убить дорог убежать сюда красные солдаты не ходить сюда они боятся гахлук так то что ты ранен так я могу помочь чем я могу помочь тебе зелье дорог нужно сильный зелье а то торок умереть а то какое тебе нужно зелье гахлук травить дорог дорог нужный зелье дорог был зелье но потом терять дорог не найти так знаю я постараюсь так ты случайно не друг шамана уршака уршак граб как дорог уршак бежать бежать твой друг сказал мне что ты можешь сделать для меня улу-мулу дорог очень слабый нет зелье дорог умереть чужак принести зелье я постараюсь найти его тебе дорог слабый очень чужак быстрый так сохраним зелье-то кстати недалеко находится так то ли назад вот запрыгнуть там на зелье говорю зелье недалеко находится вот здесь вот за стенкой факел старый меч микс на теперь могу еще один круг магии изучить подождите не спешите спасибо что добежал вот как туда нам попал а неизвестно понятненько все ясненько что что блин блинский вот так побежим как он правда попал неизвестно ладно попробуем с моста это раскрутить это дело подожди где-то помню что рядом с ним прямо было до смешного доходит здесь его точно нет мы видим так ну там его точно нет куда я иду бокал пушка блин блинский отсюда мы зачем затем за хлебом а а все сохраним свою удачу поем зачем зачем ты это сделала на просто не наделала ой вам не стреляют видели давайте приколюху смотрите своего рода ну не читерство конечно ну ловушка то еще и вот он кто по нам стрелял ты убиваешь людей конечно теперь у тебя большие неприятности а то теперь у тебя большие неприятности блин всех перебил ну ладно подождите здесь был водоков под меха за лес подло спрятаться решил ну вы же знаете от меня от прятаться без полезно достаюсь по земли прямо прямо в смысле этого слова под землю и достану уже кстати не слукая и наверх еще залезть оградить раз два кубок хотя на обратном пути все равно возьму чем еще делать то здесь так не понял кто работу ведет так и знал так и знал так и знал кубок полезли так куда там наверх посмотрим так еще на одном верху можно тоже проверить будем руны покупать так а руны мне нужны так против людей там уже все сделали остались у нас только не люди люди там меньше и не нужны по большему счету так сказать скажем так так еще убьем давай залазь вот и все ну иди вот потому что все пойдемте мы все-таки за зелень пришли панцирь панцирь чуть-чуть упал панцирь ползунов мы уже собрали я думаю достаточно не только мне но еще и волку хватит посмотрим стоп вон он с той стороны ух ты падла ну давай ух ты падла ну давай edo что же сделали ну стоп арбалет не болт еду как-то в начало зелье зелье и ни хрена кому-то кому-то кому хер через плечо ладно обычный меч и она того не стоило здесь его нет и помню что такое двухъярусное сооружение такое небольшое и она прямо рядом где опять слышал ну ивана или тару дупо остался в живых вот что-то он сидит предположим и типа как это вот в моде чуть не перепутали как бы такое двойную дулю учет типа такого по мостик а все ладно идем в другую сторону тогда защита за другой стороне подожди на всякий случай что так ты говоришь о полз ты это бесполезный разговор я должен чужак давай за что ты здесь должен пролезть где-то вот он еще в этой стороне так давайте-ка возьмем этот грибок чем факел хорош хрен там ага запрыгнуть так отсюда я спустился ну надо на всякий случай проверю ага значит я куда-то куда-то правильно бегу что ли вы говорите мне об этом что отсюда я с горным пришел слезть давай головатое садовое блин давай летим а на хрена такую почетную сделал мне но надо нам она не на дать орка нашли раньше на 1 2 это зелья находилась пусть его даже если не хочешь ты его находишь натыкаешься на него особые искать то не приходилось ползу гробесить уже не очень-то ладно вернемся чуть-чуть назад он горн нет 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 наоборот лезь наверх ой ладно полезли вот эти за мной следом что-то давай не робей вот сюда мы идем ухты ни хрена себе а 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 ar так они кто на нас там рыпался чё ты охал тогда не понимаю нет понял туда нам не надо внизу ползу мы все только наверху то есть жизни свой раз и думаю было два теперь порядочек соберем наверху что есть еще на продажу пойдет кроме болтов естественно нет горевать мы потом будем время мотания называть левой правой вперед акробат все тишина должна быть в библиотеке видели как одним одним выстрелом решил проблему с шумом давай зверюга давай спустимся я не гордый хотите пообщаться ага у я подождите за нахнагель почему вы достаете до сюда пока почему достаете туда сюда с какого хрена вот мы сейчас даже не за тобой лезть честно тебе скажу как лень очень давай-ка так теперь сыграем раз вы каким-то хрена сможет можете туда залезть на островов куда они должны лазить может если вас не привлекая внимание спуститься и загасите так по-быстрому можно издалека вот так вот ел издалека вот так вот ел еще думаешь я буду стрелу жертву как правильно звать жертву я взял зелье из из королевы ползунов это же не того то я уж не помню где то был один же говорил чтобы есть там свободной шахте за молотом зелье он там наверно зелье тайона хранится сейчас проверим пока на крыше она должна была быть мне так ни хрена что мать куда ты дел зелья собрал вроде ничего по ходу по ходу от похожего даже не видел место то так посмотрим идем сюда давай сейчас выбора нету еще раз прошу вернемся там блин блужки них на себе ну как тактик вместо убрали что ли да нет места то не могли убрать может я где-то где-то я чё-то проглядел короче не должен там я был там я был я уверен просто что мне надо сюда ну-ка вот сюда сходим вот сюда-сюда-сюда рад о сладобья горка или переделали посмотрите кстати тоже относительно относительно недалеко если брать по низу вообще по пути просто там ползуны были бы вот так он за камушком сидит а мы можем бля не можем этого в окружную тащимся все в окружную ну так-то говорю на каком-то постаменте а сама вот выйдите как и началась давай и вот я нашел вот я нашел тебе зелье чужак неплохой как другой солдат чужак хорошими меня хвали хвали тарок сказать спасибо а ты можешь дать мне улумулу чужак помогать тарок тарок помогать чужак чужак надо кротак хастак двахкар и орфан чужак принести это что такое кротак что такое кротак язык огня у ящериц огня на берегу где корабль разрушены а где живут эти ящерицы огня ящерица огня жить дома дома дорог чужак хорошо искать ну кстати еще ящерица огня возле большая вода что значит хастак рог мракоис острый как нож так где смогу найти бракурица где я смогу найти мракоисов жить в лес или пещера не любит свет чужак быть осторожны я 4 места знаю где они обитают так двора а что мне такое двахкар а что это такое ну у меня у нас кусать никто больше не это у меня есть где бы они где живут болотажер бога стартов у сектантов вот этот не что такое орфан так зуб большой тролль делать дырка насквозь а где можно найти тролля тролль жить где горы любить много места чужак искать горы на север только бояться кулак тролль кулак бить я должен чужак все теперь нам надо уходить выходим а как на поверхность она выйти так давайте сохранимся сейчас на поверхность видимо не думаю на этом все потому что у меня сколько час ночи все спят ну и я спать лягу и герои на боковую отправил потом не туда надо куда это зелье так если там выхода нет если выхода нет зелье забираем и сматываемся бунк вот они уцелят он весел работе даже не осознает этого что я загрузил видите вы нахрен там правка только зеленеет до солнышко блестит берем зелье еще здесь нам больше ничего не надо на выход на выход ну а тут сейчас поднимемся сейчас прямиком и на выход мне надо будет еще поспать лечь чтобы восстановили только здоровье но и мама и так огненные ящерицы и тролль находится практически в одном месте мара порис в руку рис можно по пути собрать у нас ли в лесу конечно будете словом пазы воскресился потому что прокачки я всю жизнь уничтожал и возможно мара порис не выжил бедолага это мой факел олимпийский чемпион бегут рано но но здорово оружие все уже оружие двое все сам приходится и все самому о нелегко нам далась эта битва никогда бы не подумал что люди гамеза способны так обороняться главное что мы смогли освободить от них нашу шахту я останусь здесь и буду следить за тем чтобы никто чужой суда не прошел еще что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк остальные комментарии а я пойду пойду пока приготовлю для вас видео чтобы вы смотрели как я бегу через пол карты пока